Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня у нас будет, ой, супер-мега-пупер-видео, потому что я давно уже ждала, когда придут ко мне эти щеточки, и хочется их скорее сравнить и показать вам разницу. Я давно наблюдаю уже за этими щеточками в Инстаграме, в Ютубе, очень много у кого из блогеров они есть, но мне захотелось сравнить оригинальную щеточку против фейковой, и что же нам покажут результаты. Буду сравнивать несколько характеристик, одну буду я использовать на одну сторону, другую на другую сторону. В общем, давайте скорее начнем. Первая это упаковка, они примерно одинаково упакованы в одинаковых коробочках, но для меня очевидно, что вот это оригинал, потому что здесь, знаете, какая-то дополнительная еще идет пластиночка там внутри. Не знаю, вот просто даже они очень похожи внешне, но почему-то вот это вот сразу на оригинал тянет. В общем, они очень одинаковые, очень похожи внешне. Я как не профессионал, может быть, даже и не отличила бы для начала, да? Ну, упаковка примерно одинаковая, хотя нет, есть различия более, видите, более качественно все-таки упакована Foreo. Это у нас оригинал, это у нас фейк. О, смотрите, он уже разваливается, а я их еще не открывала. Вот, здесь все запечатано, а здесь уже открыто. Цена этой щеточки 800 с чем-то рублей, не помню точно до копеек. Цена этой щеточки 13 990, по-моему. Это Foreo Luna Mini 2. Я уже все здесь подготовила. Сейчас мы будем с вами их открывать. Для чего предназначены эти щеточки? Эти щеточки для глубокого очищения кожи. Кстати, хочу заметить, что щеточка Foreo, она подходит, я думаю, что, ну, это, наверное, тоже, да? Она подходит для всех типов кожи. Одна сторона у нее для нормальной и сухой кожи, а другая сторона для жирной кожи. Поэтому здесь очень хорошо. Итак, в оригинальную щеточку у нас входит сама щеточка. О, боже, какая она мягкая, я даже не ожидала. Такая приятная. Сделана она, кстати, из медицинского силикона. Еще сюда входит вот такая вот интересная... А, это магнитик, что ли? Что это? Мне кажется, что ей можно чистить. Чистить наши щетинки. Инструкция входит также и на русском языке. Здесь у нас нарисованная инструкция. И коробочка с зарядным устройством. Насколько я знаю, зарядки хватает на 5 месяцев использования. USB здесь. Теперь открываем нашу фейковую щеточку. И первое, на что я хотела бы обратить свое внимание, это на щетинки. Такие же ли они на ощупь, как в оригинале? Да нет, конечно, боже. Там такая нежнота. Здесь они как бы, ну... Да блин, намного грубее. А эти вообще даже не... Не колышутся. Нет, это небо и земля. По ощущениям небо и земля. Ну и, конечно же, сам силикон. Блин, я не знала, что это настолько будет заметное ощущение. Так, здесь у нас инструкции никакой нет. То есть, как хотите, так и применяйте, да? На картинке здесь только какие-то технические моменты. То есть, как распаковать, что вот на лице не нарисовано. Как использовать. И USB. Конечно же, USB. USB даже в каком-то разобранном виде пришло. Ну что, по первым моим впечатлениям, я вам скажу, что материал, из которого сделана сама щеточка, ну просто, ну серьезно, это небо и земля. Здесь нежнейший силикон, просто нежнейший силикон. Кстати, я знаю, что в Foreo в оригинале используют очень нежный и ультрагигиеничный силикон, который даже препятствует тому, чтобы скапливались бактерии. В отличие от каких-то китайских материалов, даже не знаю, из чего это сделано. Какой силикон здесь, наверное, самый какой-то простой. И это может как раз-таки способствовать, если использовать некачественный материал, способствовать высыпанию, появлению черных точек и прыщей. Поэтому я думаю, что качество материала здесь очень важное. Кстати, даже с этой стороны, казалось бы, грубые щетинки, но здесь они довольно мягкие, чем здесь. Ну а здесь они вообще супер мягкие, чем здесь. Еще для меня немаловажным фактором является запах. Давайте понюхаем наши щеточки. Итак, начнем с оригинала. Ну есть запах чего-то медицинского. Здесь запах какой-то резины. А здесь запах прям, знаете, вот в косметологии, когда ты лежишь, тебе наносят какие-то средства. И вот такой вот какой-то благородный запах. Да, конечно, не сравнится. Запах у Форео намного лучше. Также нужно отметить их вес и размер. По размеру они абсолютно идентичны. Да, то есть внешне они очень похожи. По весу... На мой взгляд, они одинаковые. Абсолютно одинаковые. А-а-а, здесь написано Форео. А здесь ничего не написано. Подделка! Также захотелось сравнить, как они заряжаются. Вот так вот. Мигает. Здесь более так нежно и спокойно. Здесь более ярко и интенсивно. И теперь я бы хотела послушать, как они работают, как они пульсируют, потому что это тоже немаловажно. И уже я на самом деле проверила это и знаю. Я не знаю, будет ли вам здесь слышно, но хочу показать. Итак, первая это работа вот на одинаковом уровне от микрофона. Первая это работает щеточка Форео оригинальная. Вторая это работает щеточка Фейк. Я здесь очевидно чувствую разницу, так как фейковая щеточка, такое ощущение, что она неплотная. У нее со стыковки идут вот с этой, например, да, нижней прозрачной, как ее назвать, я не знаю, короче, закрывашкой, я не знаю, тарахтит все. То есть я слышу, что она, ну, тарахтит. Не только пульсирует вот это вот все здесь, да, но и еще пульсирует между собой вот эта пластмасска и сам силикон. И оно как будто вот тарахтит. Понимаете о чем? В отличие от Форео, здесь настолько все плотно сделано, оригинальный Форео, да, что она просто сама, сама вот это вот пульсирует. И достаточно пульсирует, так знаете, ну, как бы четко, я не знаю. Ну, и за счет этого получается, что она работает, на мой взгляд, тише, потому что у нее нет дополнительных звуков, которые создает именно некачественная сборка, неплотное прилегание составных частей. Понимаете, о чем говорю, да? Опять же, оригинал плюс. Вообще, для меня очевидно, что Форео оригинал лучше, ну, как бы уже просто на стадии того, что я чувствую в своих руках. Это просто небо и земля. Теперь мне хочется скорее же попробовать уже в работе эти две щеточки. На правую сторону я буду делать оригинальную щеточку, на левую фейковую. А для этого мы подготовили чашу с водичкой, теплой водичкой и спонжиком. Также у меня здесь есть мусс для умывания. Кстати, на сухую кожу никогда не используются наши щеточки. Щеточка Форео, она еще 100% водонепроницаемая. Но и здесь, как бы, я могу в это поверить, потому что здесь все плотно сделано. А вот здесь, так как я говорю вам, неплотное прилегание, мне страшно. Но в конце мы кинем это все с вами просто в наш тазик с водой, в нашу миску с водой. И посмотрим. Просто до того, как я использую все это, я переживаю, например, китайскую кидать в тазик. А вдруг она сейчас перестанет работать из-за этого. Поэтому я это сделала в конце. Одеваю нашу повязочку, чтобы нам не мешали волосы. Приготовились. Кожа, как я уже говорила, у меня очищенная мицеллярной водичкой, спонжиком от каких-то лишних загрязнений. Теперь у нас начинается глубокое очищение. И давайте мы нанесем наш мусс для умывания, сбалансированный уход, красная линия, на одну сторону и проверим одну щеточку. Начнем с оригинала. Итак, наношу пеночку, мусс для умывания. Теперь я беру нашу щеточку оригинал, мочу ее, включаю. И начинаю водить мягкой стороной. Эта сторона предназначена для сухой и нормальной кожи. Ощущения очень приятные. Ой, кстати. Только что была такая характерная пауза. Эта пауза означает, что прошло 15 секунд и можно приступать к другой зоне. Понимаете? Всего насчитывается зон 4. Это лоб, это подбородок с одной стороны и с другой стороны. То есть получается, что нам как бы программа говорит, после того, как мы 15 секунд прошли по одной стороне, мы можем переходить на другую сторону. Третью, четвертую. Получается, что за одну минуту мы в принципе сделаем всю процедуру очищения. 15 секунд я водила здесь нашей щеточкой, но я сейчас сделаю еще 15 секунд для того, чтобы четко понять все ощущения. Все, опять был характерный звук. Я выключаю. Так как сейчас я не буду все лицо делать, нам нужно протестить. Хорошо, теперь мы будем использовать вторую сторону, вторую щеточку. Наносим наш мусс на вторую сторону. Так. Мочим нашу щеточку, чтобы она была мокрая. И включаем. Так, будет ли здесь пауза? Ну, ощущения просто, ну, я не знаю. Здесь самый бесчувственный человек просто почувствует. Здесь абсолютно нет этой нежности и мягкости от щеточек. Мне кажется, я вообще щеточки здесь не чувствую. Никакой мягкости я тут не чувствую. Ну, пауза будет? Мне будет какой-то знак, что нужно переставать вообще? Пока знака нет. Тарахтит, свистит. Я свист еще чувствую. Слышу. А давайте для пущей, для пущего понимания, я их сейчас обе буду использовать. Просто. Оригинальная щеточка, это такая мягкость, это такая нежность. Это нормальная пульсация, приятная. Все, пауза. Здесь, во фейковой версии, нет никакой программы. Она просто фигачит и фигачит. Кстати, мы с вами еще не проверили мощность. Здесь 8 режимов. 8 режимов пульсации. Можно чуть поменьше делать, можно чуть побольше. Сейчас мы с вами это проверим. Кстати, кожа. Классная такая. Так, сейчас мы это с вами проверим. Я включаю и делаю сейчас на минимум. Все, это на минимум. Значит, у нас было изначально на минимум. Сейчас я попробую это повысить. Раз, два, три, четыре, пять. Аж даже не чувствуется пульсации. Она такая ультразвуковая пульсация. Супер быстрая. Но мне кажется, мне будет подходить на самый минимум. Да. Так, я надеюсь, я не переусердствую сейчас на одной стороне все это дело. Так, ну и проверим здесь. Здесь даже по звуку ощущается. Здесь по звуку не ощущается, что больше. А здесь прям... Мне страшно даже, честно говоря, с такой пульсацией притрагиваться. Так, ну еще я хотела проверить вторую сторону. Здесь, когда я трогаю, я явно ощущаю все вот эти вот щетиночки. Здесь это просто, я не знаю, как панцирь какой-то. То есть щетинки, они вообще не гнутся. Реально, как твердый панцирь. Все. А здесь мягенько ощущается каждая вот щетиночка. То есть здесь мягко. Эта сторона у нас идет для жирной кожи. Да. Но хотелось бы тоже ее немножко попробовать. По ощущениям. Да, она немного грубоватая. Ну вы поняли, все по моему вздоху, да. Мало того, что меня отвлекает вот это тарахтение и свист какой-то там внутри. И как будто все причиндалы, которые там есть внутри, они все тарахтят между собой. Так, ладно. Хочу я закончить всю свою процедуру все-таки нормальной щеточкой. И потом дам конечный свой отзыв. Итак, продолжаем. Мы наносим на лобик. Так. И сюда. Сейчас я сразу все это сделаю. Нормально. Своей стороной, которая подходит для моей кожи. Одно удовольствие. Вот одно удовольствие. Держать в руках. Водить. О! Давайте лобик. Сразу надо переходить. Вообще, одна минута супер вообще. Я счастлива, что у меня появилась щетка оригинальная. Оригинальная. Все. И вот здесь я сделаю нормальной щеткой. Потому что мне кажется, что та только хуже сделала. Супер. Вообще супер. Так быстро. Вот тебе знак. Супер. Все. Все. Я прям чувствую, что моя кожа, она такая, знаете, взбодрилась. Прилив энергии. Прилив крови. Слушайте, я еще не наносила ни крем, ничего. У меня какая-то нереально... Знаете, это слово как? Блин, как это сказать? Лощеная. Как знаете? Как будто только что произошла процедура, когда тебе сделали скраб, когда тебе сделали маску и когда тебе нанесли средство для сужения пор. И она такая прям подтянутая, эластичная, мягкая. Я в шоке. Офигеть! Я в шоке! Это очень крутая щетка. Ну что, как видите, моя кожа сейчас покраснела. Понятное дело, после этой щеточки прилив крови обязательно пришел к моему лицу. Но мне очень нравится, потому что кожа просто наиженейшая. Наиженейшая. Это ёперный театр. Два раза не могу выградить это слово. Наинежнейшая кожа. Реально, просто. Я кайфую. Сейчас я нанесу с вами крем на лицо. И мы с вами протестим нашу щеточку на водонепроницаемость. Хочу заметить, что эту щеточку нельзя использовать со скрабирующими веществами. Ее нужно использовать только на влажную кожу. И можно использовать, допустим, мыло для умывания, мусс для умывания, пенку для умывания, гель какой-то для умывания. Но, судя по результату, я вам могу сказать, что и не нужно использовать скраб. Мало того, что его нельзя использовать, но и не нужно, потому что кожа реально как после скраба, маски и крема вместе. Что, пришло время. Берем нашу мисочку с водой и тестим нашу Форео оригинальную. Бросаем и смотрим, нет ли пузырьков. Опа! Лежит. Нет никаких пузырьков, но, как вы видите, здесь же еще и зарядка. Но производитель заверил, что все водонепроницаемо 100%. Это значит, что прямо в ванне мы с вами можем использовать эту щеточку и не переживать, что она упадет и что-то проникнет. Никаких пузырьков нет. Все замечательно. Смотрите, видите, под моими пальчиками. Чтобы вы понимали, какая нежность. Видите? Ну, а теперь бросаем вторую щеточку. Она точно так же в водичке с зарядкой вверх. Вроде нет никаких пузырей, но должна быть тоже водонепроницаемая. Чтобы вы здесь понимали, вот. Они совершенно другие. Более грубые. Кстати, на фейковой версии здесь вот так вот намочилась у нас вот эта вот клеенка, которую нужно, наклейка, да, которую нужно оторвать теперь, потому что она как-то уже все отрывается сама и намочилась вся. В отличие от оригинала здесь все четко, ничего не намочилось, ничего не отрывается. Все четко держится. Ну что, мои хорошие, пришло время подводить итоги. И я думаю, что вы уже догадались, какой итог будет. Я не знаю, для меня, например, 100% оригинальная щетка Foreo даже, я скажу, стоит своих денег и не стоит брать какие-то фейки непонятные реально. Непонятно, из чего сделанные, непонятно, как работают, непонятно, сколько прослужат, без программы, шумные. Вот. И, ну, в первую очередь, это, конечно, качество. То есть, для меня самое важное, это качество вот этого вот силикона, который прикасается непосредственно к вашей драгоценной коже. И здесь, конечно, 100% доверие вызывает у меня щеточка оригинал. Я буду ей пользоваться, она будет теперь стоять на моей полочке каждое утро. Ее можно использовать утром, можно использовать вечером. А можно, по-моему, даже использовать и утром, и вечером. Два раза в день. Вот. Но это вы уже выбираете сами себе. Хорошо, что такая щеточка одна, что она может использоваться как для сухой нормальной кожи, так и для жирной. То есть, что нам не нужно подбирать специальную щеточку, да. Может, сегодня у нас сухая кожа, а завтра жирная. Никто не знает, какая кожа у нас будет завтра. Поэтому это очень хорошо, что она универсальная для всех типов кожи. Естественно, очень удобно, что здесь есть программа. Это упрощает и ускоряет наш уход и наше очищение за кожей лица. Ну и, соответственно, не обойду вниманием эффект после этой щеточки. Потрясающе. Честно говоря, с первого раза это просто... Ну, это не так, что ты присматриваешься и думаешь, есть эффект или нет. Ну да, есть. Тут очевидная, очевидная разница до и после. Кожа просто бархат, просто бархат. Я вам реально говорю. И, честно, я удивлена. Потому что я не ожидала, что будет именно такой потрясный эффект. Вот. Все. Я счастлива. Супер-пупер. Конечно, возможно, фейковая щеточка очень выигрывает в цене. Но это, пожалуй, только единственное плюс, который в фейковой щеточке из всего. Но на личном опыте я уже поняла. Я сама такой человек, который где нет-нет, да, сэкономить. Но я уже поняла, что лучше взять хороший, качественный продукт, чем несколько раз брать фейк, который все равно не будет такой, как оригинал. И в итоге, в итоге, ты все равно переплачиваешь. Ну, лично я с этим столкнулась уже много-много раз. Поэтому решать, конечно, вам самим, какую щеточку выбирать, какая для вас будет лучше. Все, мои хорошие. Я рада была сделать для вас этот тест. Наконец-таки я его сделала. Мне сама было очень интересно все-таки проверить и увидеть эту очевидную разницу. Хотя я не думала, что она будет настолько очевидна, если честно. Вот. Если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Впереди много интересных видео я для вас готовлю. Вся полезная информация будет в инфобоксе. Заглядывайте. Но я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok